Всем привет, ребят! Снова вы на канале Put on your apron и с вами снова я, Фаиль. Обязательно подписывайтесь на наш канал и вас ждет еще очень много интересного впереди. Сегодня же будет медовик. Всем понятный, очень простое в приготовлении, но при этом невероятно насыщенный медовый вкусный десерт. Кстати, я не знаю, что это, пирог или торт. Поехали! Ну что, поработаем немного. Начнем с коржей. Для этого сделаем тесто. Берем миску, разбиваем туда 2 яйца. Добавим 2 ложки или 40 грамм сахара. Лично я люблю, чтобы не было приторно-сладко. А так есть множество рецептов, куда закладывают аж по 150 грамм сахара. Начнем все тщательно взбивать. Да-да, это занимательное дело, придется попотеть. Взбиваем до бела и до слегка загущенной массы. После добавляем 6 столовых ложек или 130 грамм меда. Все-таки это медовик, и я считаю, меда тут должно быть достаточно. И еще он у меня заменит сахар. Лучше будет, если возьмете самый лучший мед. Для меня это башкирский. Снова все тщательно взобьем до однородности. И да, не забудьте щепотку соли. Подготовим водяную баню. Залейте воду так, чтобы дно миски не касалось водой. Так мы избежим быстрого нагрева массы. И продолжаем взбивать. При этом масса будет постепенно нагреваться и загущаться. Добавляем 100 грамм сливочного масла. И взбиваем до полного его растворения. После этого вводим 1 чайную ложку соды или разрыхлителя. И снова мешаем, 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 ребят. Масса немного спенится. Это нормально. Как только все успокоится, выключаем плиту. Начинаем вводить туда муку. Стоп, стоп, стоп. А мы просеяли муку? Хм, конечно, конечно. Не сомневайся. Окей, тогда идем дальше. Вводим 300 грамм муки. Постепенно. Не все сразу. Заложили часть. Тщательно перемешали. И еще раз. Убираем водяную баню. Нам больше она не нужна. Вводим оставшуюся часть муки. И у нас получится мягкое, эластичное тесто. Выложим на подпыленный мукой стол. И по надобности добавим еще немного муки. Очень быстро замесим тесто. Раскатаем вот такую колбаску и поделим его на 10-12 кусков. Я сделал 10. Все зависит от размера вашего медвяка. Получаются немного разные повесокусочки, но это не важно. Теперь нам нужно остудить их перед раскаткой. Сверху посыпем немного муки. Накроем полотенцем. И уберем в холод на 15-20 минут. Теперь мы готовы катать коржи. Подпылим стол мукой. Тесто очень мягкое и немного липкое. Раскатаем коржи очень-очень тонко. Не думайте, что они будут супер тонкими. При запекании они еще поднимутся. Поэтому чем тоньше раскатаем, тем и лучше. По размеру решайте сами, какой формы и размеры вы хотите. Я раскатаю так, чтобы можно было вырезать коржи диаметром около 18-20 сантиметров. После этого обязательно проколем коржи вилкой, дабы не надулись при запекании. Все, все, все. Тихо, тихо. Ну, хватит, хватит. Выкладываем на пергамент и отправляем в духовку на 180 градусов около 3-4 минут максимум. Коржи припекутся очень быстро, потому что они у нас очень тонкие. Пока горячие, они у нас очень мягкие. Поэтому самое время придать ему форму. Очень легко и быстро срезаем ненужные нам края. И получаем такие вот в меру аккуратные, не совсем, но ровные коржи. Оставим их остывать, а края коржей, которые мы срезали, не выкидываем. Также остудим их и сделаем из них крошку, чтобы посыпать поверхность медвика. Пока все стынет, сделаем крем. Для этого берем 630 грамм сметаны от 25% и более жирности. Они очень хороши для взбивания. Добавляем 150 грамм творожного сыра, 50 грамм сахарной пудры, можно просто сахар, немного соли и 30 грамм меда. Забьем все вместе около 5 минут, до увеличения объема в 1,5-2 раза и до воздушной структуры. В принципе, наш крем готов. Ничего сложного, самые простые действия и вуаля. Вообще, это один из вариантов кремов для медовика. Для меня он хорош тем, что он не тяжелый, в меру сладкий. Кислинка сметаны очень хорошо дополняет вкус. И еще его совсем не сложно сделать. Идем дальше. Сделаем крошку из обрезков коржей. Если вам кажется, по крайней мере мне, что посыпки будет мало, то смело берите один из коржей, худших на ваш взгляд. А такой обязательно будет. Измельчите вместе со всеми обрезками. И вы на 100% будете уверены, что этого точно хватит. Дополним вкус медовика орехами. Грецкий, идеальный вариант. Просто немного просушим его в духовке и измельчим в блендере. Ура! Собираем медовик. Немного смажем тарелку кремом, чтобы не скользил. И по порядку выкладываем один корж, обильно смазаем его кремом. Посыпем грецким орехом. Много не нужно. И продолжаем в этом темпе до конца. Крем между слоями не жалейте. Коржи очень хорошо впитывают в себя его. И тем самым у них очень хорошо раскрывается полнота медового вкуса. И это очень круто. После этого смажем оставшимся кремом края медвика. Крема хватает четко, до последней ложки. Ну и наконец, обсыпем медовик крошкой всю поверхность и края. Черт, чувствуя себя кондитером, прям такая кропотливая и деликатная работа. Кайф! В результате у нас получится невероятной красоты и размера медовик. Ну и полный крошек стол. Оставляем медовик в холод на 2-4 часа, чтобы коржи полностью пропитались кремом. Чем дольше, тем лучше. Пробуем. Оу, а я думал это мне кусочек. Ну ладно. Святые пчелы! Это невероятно! Просто бомбический медовик. Свежий, легкий, насыщенный. Результат, честно говоря, превзошел все мои ожидания. Ребят, получился вот такой вот простой домашний, но при этом очень вкусный, но реально очень насыщенный медовый, в меру сладкий медовик. Не смотрите на то, что у него получились неровные края, не совсем ровные слои крема и так далее. Этот домашний, очень классный медовик, ребят. Пишите в своих комментариях свои впечатления, свои вопросы, свои результаты. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Ждите новых выпусков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok